Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что ж, давай начнем с заданий. Так, нам нужно поднять уровень персонажа и выиграть бои. Поэтому давай-ка дальше будем прокачивать с тобой нашего Криса Брэдфорда. Так, заходим в навыки и смотрим, что нам еще нужно. Так, 8 комиксов, ага, 9 биноклей. Так, начнем, наверное, с комиксов, я так понимаю. Один есть, и это уже круто. Потому что в тот раз нам эти комиксы выпадали очень-очень тяжело. Так, 3 задания сложных мы выполнили, давай теперь обычные, обычные задания выполним. Так, еще один комикс. Слушай, пошла, по-моему, маза или, или мне так кажется. Да, ребят, мне так кажется. Нет, нет, пока идут, идут наши комиксы. Так, мутаген, дальше, вот, еще один. И мы с тобой выполнили задание. Сейчас я хочу глянуть, сколько нам еще не хватает. 3 комикса, это долго, это долго ждать. Если бы одного бы не хватало, я бы еще потратил немножко времени, но не сейчас. Так, ребята, и, кстати, по поводу персонажа, которого мы сегодня будем прокачивать. Очень-очень было много голосов, и все-все практически были разные. Кто-то хотел Рафаэля Классику, кто-то Рокстеди, кто-то хотел Кейси Джонса, Бибопа Кролика, Микеланджело. Но выиграл, ребят, сегодня, как ни странно, даже для меня самого, Рафаэль Космос. Именно за него было проголосовано больше всего. Так что, друзья мои, поднимаем его в золотой ранг. Вот так вот. И ничего пока новенького, да, не открылось, получается. Через стерни, это у нас, по-моему, уже было, да? Рафы демонстрируют силу. В начале хода есть вероятность 10% увеличить силу атаки на 25% в течение двух ходов. Окей. Так, он 30-го уровня. Слушай, я не знаю. Давай до 40-го хватит. Вот так вот. Отлично. Блин, 41-й. Давай тогда 45-й уже сделаем. Вот. Все. Красавчик. Ну что, забираем здесь с тобой награды. И все, ребята. Идем с вами, как обычно, вначале на арену. На ареночку. Мы с вами в Лиге Сегунов. Одна звезда. Отлично. Я думал, я буду где-то в самураях. Но, как видишь, пока еще задержались. Мы здесь. И нам нужно с тобой вырываться, как всегда, вперед. Так, 19 откатов. Кстати, 92 монетки. Давай-ка быстренько с тобой забежим в магазин. Так, в магазин. И приобретем. Да-да. Три ДНК на нашего Леонарда. Вот так вот. Слушай, ну очень быстро он у нас копится. Если бы мы еще с тобой проходили бы смятение из другого измерения, да, я думаю, еще быстрее бы мы смогли на него накопить. Ну, вроде бы пока и все. И теперь уже действительно идем на турнирную арену. И будем здесь, друзья мои, бомбить. И по поводу, друзья мои, зачем я вот так вот выхожу и захожу, я уже устал объяснять. Если я нажимаю кнопку обновить, а потом захожу в бой, у меня игра вылетает на рабочий стол. Понимаешь? Это не просто так я нажимаю от нечего делать. А именно потому, что эта кнопка обновить у меня не работает. Вот и все. Так, ну что, где у нас я... Во, 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 нашел, нашел, друзья мои, нашел. Так, ну что, я буду, наверное, брать Леонарда пока, да. И отыгрывать, наверное, 41-45 уровни. Вот так вот я решил сегодня, чтобы нам побольше хватило персонажей. И чтобы мы с тобой, соответственно, подальше смогли продвинуться. Так что поехали. По-моему, у меня голос скрипит, да, друзья мои? Кашель, честно говоря, просто душераздирающий. Аж чуть ли не до этого. Не до потери сознания, е-мое. Как взахлеб. Так что, ребятушки, если что, голос изменился. Но знайте, это все из-за кашля. Так, ну что, мы с вами на 27-м месте. То есть, Лига Сегунов, две звезды, нам с вами будет обеспечена сейчас. Надо немножечко только постараться. Ну что вы опять мне даете 15-19? Дайте 15-20. Что вам стоит? Вот как специально, да? Вот упрутся рогом. Вот, видишь? Это у нас Юленькая. Молодец. Спасибо тебе, Юля, что ты нашлась. Так, на моей тропинке жизни. Все, сейчас я буду тебя немножко разминать. Ну что, погнали. Как раз тут у нас и Рафаэль Космос. Вот он. Бегает 45-го уровня. Ну что, приступим. Лео, давай. Гаси всех сразу же. Чуф. Отлично. И мы с тобой двигаемся. Сегодня у нас будет еще испытание. Мы его поиграем. Ну, а смятение из другого измерения, я думаю, ребята, уже оставим на дорожку уже на следующую серию. Потому что у нас как раз испытания все будут пройдены. Новые они откроются. А мы с тобой просто поиграем в смятение. Ну что же, как ты видишь, у меня ранг 100-й. Лига Сегунов. Две звезды. Но нас это не устраивает, потому что мы должны сегодня попасть в мастер. Это как наша креда. И будем мы с тобой брать, наверное, опять Юленьку. Да? Почему бы и нет? Юлка хорошая. И мы будем с ней разбираться. Дайте мне, пожалуйста, вот этих вот слабеньких моих персонажей. И быстренько мы Юлечку сейчас распетрушим, как говорится, и пойдем с тобой дальше. Высоко подняв голову. Ну, естественно, если бы здесь не было Леонардо, такой бы веселой песни бы в моем голосе не звучало. Хотя, я бы не сказал, что голос прям такой звучный. Скрипучий, скорее всего, да. Соглашусь. Ну, да ничего, ребята. Поболеем, поболеем, как говорится, и выздоровеем. Ну что, будем брать, наверное, с вами Бендера. 57-й уровень здесь максимальный. Слушай, Леонардо вот здесь может, кстати, сдуться. Он Ваньку Стиранко вряд ли сможет победить. А эти ребятулечки... Ну, в принципе, Донателло видение может добить своей кувалдой. Может постараться. И если он сделает, это будет классно. Давай проверим. Может быть, конечно, и Леонардос не зайдет и сделает критовку. Тогда... Смотри-ка. Выжили совсем те, от кого я действительно не ожидал. Хм. И, как ты видишь, Леонардо всех вальнул. Ну, четенько, что я могу сказать тебе. Двигаемся с тобой дальше. Очень хорошо мы с тобой как бы типа бустуем. Да, ускоряемся. Так, давай. О, 54-я позиция. Отлично, ребята. У нас еще с вами 16 откатов. Нам этого просто за глаза. Даже, наверное, персонажей быстрее не хватит. Хотя... Ну, если мы можем, ребят, с вами делать вот... Нет, уже поздно. Уже поздно. Если бы сразу бы... Сначала этих боев мы бы брали с собой сороковые бы. Это было бы еще лояльно. А сейчас, когда уже 60-е уровни бойцов, Леонардо брать с собой в команду маленьких персонажей, ну, нет смысла, ребята. Потому что, видишь, здесь хоть кто-нибудь да выживет. Майки молодец, добил. А вот сороковой уровень, скорее всего, не смог бы его пробить. И он бы мог бы запустить либо волну, либо, опять же, своих маузеров. И все мои бойцы бы полегли, кроме Леонардо. Так что давай без фанатизма. И, как говорится, не будем рисковать попусно. Идем себе потихоньку. И слава богу. Так, здесь мы выберем... Так, подожди-ка. 15-20, а будут 16-21. Подкинут мне такое счастье или нет? Пока я ничего не вижу, ребят. Смотри, а? Вот, уперлись опять. 15-20, и хоть ты тресни. Давай 16-21. Ну, что тебе стоит? Не хочет ни в какую. Ага, вот. Вот Юленька опять, ты посмотри. Сегодня Юля, имя счастливое для меня, по-моему, да? Только Юлька идет мне на уступки. Как говорится, благодарит меня. Ну, что ж, спасибо тебе, родная, за быстрое продвижение. Хотя мы уже, как говорится, убедились в том, что кубки ни на что не влияют. Тебе сколько дают положниковые награды? Столько ты получишь. Хоть ты там 15-20, хоть 14-19, хоть 16-21. Свой положняк только ты получишь, и ничего более. Но мне почему-то именно хочется взять завышенного персонажа. Так, ребят, мы с вами уже на седьмой позиции. Хочу заметить. Так, тут у нас Сава. И мы будем быстренько с ним разбираться. Просто моментально. Так, 63-й уровень здесь, я смотрю, максимальный, да? Идет. Ну-ка, давай попробуем. 63-й. А ну-ка, Лео. Наверное, кто-то выживет. Угу. И это оказался Рафаэль. Ну, хорошо, что он делает подхил, а не что-нибудь другое. Значит, ребята, мы его попробуем. Давай вот так вот сделаем. Я просто хочу посмотреть, как Шередер тут себя поведет. Удар был сильный, но практически никакого урона не нанес. Так же, как и Майки, Абибобчик, Абибоб просто сносит его. Вот тебе и, как говорится, весь бой до копейки. Отлично, ребятули. Ладно, двигаемся с вами дальше. Двигаемся дальше, и мы переходим с тобой в Лигу Сюгунов 3 звезды. 84-я позиция. Я думаю, нам хватит забраться в Лигу Мастеров. Я даже не то, что думаю, я уверен, что нам хватит. Верно? Да, бойцов еще пока хватает. Но мы, кстати, можем с тобой сделать хитрый ход. Вот так вот. А почему бы и нет? Согласись. Есть вроде бы и вспомогалочка, да? Не такая уж и слабенькая. И в то же время есть лидер, это Леву. Давай-ка проверим. Давай проверим, что у нас из этого будет получаться. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, секунду-секунду, дай переведу дух и подумаю. Наверное, нам стоит вот так вот сделать. Отлично, молодец. Нет! Мотогеноид, спасибо тебе большое, что ты выжил. Но вот здесь опасность. Если мой Рафаэль ударит, он получит в ответ люлей. Пробить вот так навряд не он сможет. Ну, проверим сейчас. Оу. Найс, друзья мои. Вот, честно говоря, я не ожидал, что Рафаэль, оригинал, сможет убить Спринтера. Я думал, что он сейчас либо там нанесет маленький урон, да? И Спринтер ему контратаку даст в патчу. И тот, наверное, распластается. Но все получилось довольно хорошо. Отлично. Так, у нас с тобой 63-е место. Давай попробуем так же сделать, так же отыграть. То есть, возьму... Так, Барбара. Ох, какая Барбара. Прям как с Трейзен. Мы с тобой сейчас возьмем. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, нет. Давай вот так вот сделаем. Нет смысла сейчас брать сороковых уровней, потому что у меня даже вспомогаловка, если честно, очень слабая. 50-52 уровень, это вообще ни о чем. Так что... Давай-ка разрулим здесь тихонечко с тобой, тихонечко эту ситуацию. Вот, видишь, что получается? Все, кого-то сейчас уронят. Да, это был Мондагека, потом Упал Кирби, следом Муха. Ну, друзья мои, это было очевидно, поверьте мне. Здесь ничего такого, как тебе сказать-то, нового ты не увидишь. Так и должно было быть. Потому что я тебе сразу сказал, что очень слабая у меня поддержка. Рафаэль... Ой, Леонардо, конечно, здесь выживет. Никто ему здесь ничего не сделает. Но сам факт, что вся бригада упала, это явно видно. Потому что вертушка его не смогла нанести достаточно урона, чтобы вся команда вражеская полегла. Она получила какой-то урон, но выжила. А эти ребятушки добить не смогли. И инициативы у них не хватило. Вот и все. Ладно, 60... А, 59-я позиция. Ладно, хоть и на этом, спасибо. И двигаемся дальше. Ну, вот если бы я взял бы, например, вот эту команду, возможно, мы смогли бы победить ее. Но я взял 65-х, 66-х. Ладно, ничего страшного. Это, ребята, игровой процесс, так что... А что сожалеть? Согласись, сожалеть не о чем. Просто двигаемся с тобой дальше и все. Играем на позитиве, как всегда. У нас еще сегодня испытание, как я тебе уже говорил. Найдем, чем заняться. Ну что, Лео, давай, жги. Интересно, конечно, да, ребята? Вот Леонардо у меня 100-го уровня. И он не может добить 60-х. Ну, как так-то? Не пойму. А иногда... Помнишь, как вот у нас было? Кого мы там хотели добить-то? Криса Брэдфорда, у которого половина жизни, он сам по себе 65-го уровня, да? И его убивает Би-Боб 56-го. Ну, не полностью, конечно, хп сносит, но половину здоровья он сносит ему. Как так понимать? Нет, есть, конечно, я понимаю, эти классовые ребята у нас преимущества, да? Дух там против ярости, там ярость против мощи. И вот такая вот коллаборация, но не настолько же. Если он 100-го уровня, а ты 60-го, ты в любом случае должен упасть. Какая бы у тебя там защита ни была. Но нет, этого не происходит. Ладно. Это уже далеко в дебри мы с тобой ползем. У нас с тобой Леонут или Казума. Ну, что, давай Казуму, наверное, возьмем, да? Давай Казуму возьмем. Я знаю, что топовая имба у меня это... Ты понимаешь, да? Лео вместе с Усаги, они... Просто разрывают. Тут можно, кстати, взять и одного из 40-го уровня. Например, Макмана. Потому что я больше чем уверен. Шансов здесь у врага нету. Будет, когда пойдут 71-й, 75-й, 79-й. Там, да, могут выжить, могут звездануть. Но только не в данном случае. Ни на данном ранге, ни на данном уровне, поверь мне. Так, ну, да, Сплинтер. Вот Сплинтер может контратаковать. Так же, как и Рафаэль. Ну что, вот тебе и весь сказ до копейки. Что тут еще добавишь? Победа за нами. Двигаемся, конечно же, дальше. Остается нам совсем-совсем капелька. Наверное, еще один бой. Нет, скорее всего, даже два. И мы с тобой будем уже в Лиге Мастеров. Так, у нас с тобой два отката. Возьмем, наверное... Ну, Тимку возьмем. Возьмем Тимку. 65-й уровень. Интересно, если я к этой команде присоединю, например, Пиццелитцева. Как думаешь, подстрадает он или нет? Опять же, все зависит от инициативы команды. Но у меня, смотри, инициатива есть по Карайке и по Леонардо. Сейчас проверим, как она сработает. Так, Лео делает вертушку. И Карайка, наверное, добивает. Должна, обязана добить. Да, ребята, вот всегда хорошо брать тех персонажей, в которых ты уверен, да? В которых ты 100% знаешь, что у них большая инициатива. Я отмечу тебе некоторых персонажей. Ну, в данный момент, которых я выделяю. Это Леонардо. Но, опять же, из-за того, что у него прокачка сотового уровня. Плюс Усаги. Зэк. Карайка. И... И кто еще? А, и Хан, ребята. И Хан, если у него прокачан скилл на вероятность успешного ускорения. Не команды, а самого себя. То есть, ты понимаешь, да? Он как бы... Буст можно включить и сразу же бомбануть. Причем довольно нехило клетануть. Вот такие вот персонажи в данный момент у меня отличаются именно по скорости. Скорости атаки. Кстати, мне кажется, что кролики, именно вот эти вот маузеры, да? У них тоже есть определенно большая инициатива. Потому что они всегда стараются сходить первыми. Ну что ж, а мы с тобой на ранге 95-м. И уже в Лиге Мастеров. То, что я хотел, в принципе, я и сделал. Хотелось бы, конечно, добраться до двух звезд. Но вот с этим, наверное, будут у нас проблемы. Не так все просто. Нехватка персонажа. Ну, ты сам понимаешь, да? Давай посмотрим. Так, возьмем вот такую вот командочку. Тут у нас и Бакстер Стокман, и Провокатор есть Рокзарчик. Ну, и Леонардо, и Зек. Вот Зек. А, кстати, еще если брать, ребята, по инициативе, то Микеланджело тоже неплох, но... Ты понимаешь, что у него нету, как сказать, массовые атаки. Он может поставить уклоняшку. Ну, как бы вот он ходит первым, он ставит на нас уклонение. То есть, как бы тоже плюсик. Но если с тобой, например, слабачки сзади, за спиной, то это уклонение бесполезно для них. Потому что если мы, например, 80-го уровня, а с нами идут в команду 40-го уровня, и мы делаем с тобой уклонение, то на 40-х уровнях это уклонение и не видно будет. Понимаешь? Просто не видно. Их все равно будут пробивать. Вот так. Это тоже нужно учитывать. Так, ну что, ребята, идем с вами дальше. У нас идет Мариан Александро. Давай, Мариан, посмотрим. О, у нас все, друзья мои. Лимитик-то заканчивается. Вот смотри, тоже интересный факт. Видишь, 71-й, 72-й уровень. Я беру сюда Острозуба. И я побаиваюсь очень сильно вот этих кроликов. Но мне интересно. Кстати, у Рокула, по-моему, тоже неплохая инициатива. Но мне интересно знать, как сейчас сложится ситуация. Я специально, ребята, взял его для проверки. Просто протестить. Давай посмотрим. Так. Упал только Майки. Видишь? Я тебе говорил, ребята, что у кроликов тоже хорошая инициатива. Ну, видел, он сразу начал атаковать после именно Леонарда. И завалил именно слабого персонажа. Это все рассчитано, ребят. Так что можно, в принципе, его тоже поставить во главе, как говорится, инициаторов. Да? Но не в моем случае, потому что мне его надо прокачивать. Он в данный момент у меня слабоват. Ну что, 62-я позиция. И у нас, по-моему, все, ребята. Лимит вычерпан. Нет, ну я могу сделать вот так, конечно. Вот таким вот образом. И взять и слабых кого-нибудь. Здесь 100% меня не пробьют. Смотри, у него какая команда. У него Рокстеди. Кролик, да? И такой Рокстеди. Плюс Би-Боб в костюме кролика. Что-то он себе так интересное придумал. Довольно прикольно смотрится. Ну вот, смотри, давай проверим. Ну вот, я тебе про уклоняшку уже говорил. Если вот у нас есть с тобой Би-Боб. И вот это вот уклонение. Оно для него, ну, вообще ничего не значит. Они его пробьют в любом случае. Если промажут, то это просто на удачу. Вот. И, конечно же, Леонардо здесь всех добьет. А если кто-то выживет, то мог бы погибнуть от постепенного урона. Я, правда, не посмотрел. Как он там повесил, он кого-то не повесил. В общем, мы здесь с тобой выиграли. Это был наш последний бой. Бой на лиге. Мы с тобой полтинчик-то займем. Да. Даже больше, ребят. 43-я позиция. Ну что же. И мы отправляемся с тобой на испытание. Испытание у нас будет сегодня Борцы с преступностью. Так. Нам нужен будет Пит. Нам нужен будет Роквелл. Кожеголовый. Слэш. Но, насколько я помню, мы все это испытание пройти не сможем. Только лишь потому, что у нас вот такие вот, ребята, персонажи. 80-й уровень. И, как говорится, даже Крис Брэдфорд. Да. 77-го уровня. Я думаю, до эпизода 6-го мы, наверное, с тобой все-таки дотянем. Но это тоже неплохо. Тоже неплохо. Так, поехали. Зачем я бомбочку бросил? Скажи мне. А, так тут все, ребят. Тут все понятно. Мы можем с тобой на автобой поставить. И все это пройти на одном дыхании. Даже не парясь. Тут, как говорится, ничего абсолютно сложного не будет. Вот. Просто двигаемся. Просто двигаемся. Уничтожаем. Всех подряд. Ага. Этого тоже нахлобучили. Эй-эй-эй-эй. А куда победная музыка делась? Что-то я не понял. Вот такие бывают иногда косички, да? Должна быть музыка победная. Ее почему-то не прозвучало. Ну, в общем, Кирби-мышь мы с тобой получаем. Пойдем теперь сходим за Тимати. Там, кстати, кожеголовый, но он... Блин, мне вот почему-то, не знаю, нравится, когда мы именно бежим с тобой во время дождя. Шум дождя, он всегда такой, знаешь, успокаивающий. Ну, особенно, если ты сидишь где-нибудь на веранде, да? Или дома, когда у тебя дождик по карнизику бьет. Или в стекло. Не знаю, спать хочется моментально, ребята. Вот на работе особенно. Ты чувствуешь, когда ты работаешь, и дождь, гроза, ливень вырубает вообще блаженно просто. То же самое происходит, когда, ребята, идет зимой снег. Да, на него смотришь, он успокаивает. Так, ну что же, отлично у нас все получилось. Победной музыки опять никак не прозвучало. И мы идем на третий эпизод. Тут у нас ДНК на Макмана. Ну, 35-й уровень, естественно, даже и думать не о чем. Мы их тут разорвем. Это значит, 35-й, следующий уровень будет 45-й, потом 55-й, 65-й, 75-й. И, слушай, а может быть, мы с тобой даже и все, и пройдем. 75-й уровень, когда начнется у противников, уже будет критично для Криса Брэдфорда. И еще раз повторю, чем эта команда меня не устраивает? Именно тем, что здесь нет, ребята, хиллера. Понимаешь? Нет хила, я не могу подхилиться. То есть проходишь 5 волн на более таких уже поздних уровнях. Тебя потихоньку бомбят, бомбят, бомбят. У тебя хп меньше, меньше, меньше. Залечиться ты не можешь. Провокацию, как говорится, ты уже использовал. И тебя все равно потихоньку разбирают. И когда ты доходишь уже до топовой пятой волны, или там шестой волны, тебя начинает кромсать суперударами. Естественно, не каждый персонаж будет это выдерживать. На сороковых, на 50-х уровнях это все делать целиком, потому что мы выдерживаем элементарные, базовые, изначальные удары, даже вот от этих вот стрелозадов и дронов. Ну, дальше же уровень будет выше. Понимаешь, да? Соответственно, и атака будет больше. А отхилиться нельзя. Зэк, он только замедляет. Бакстер у него, да, две массовые атаки. Но, опять же, на каждую волну тратят атаки. У Армагона есть суператака. Вот у Криса, например, нету. Но он может защиту повесить на себя. А, у нас же здесь босс хмырёныш. Да-да-да, ну вылази, вылази, родной. Опять же, почему-то музыки нету никакой. Все так тихо, молча, только шум дождя. И бамс, все, ребята. Просто достаточно было Зэку сделать лазер из пальца, и, как видишь, босс подбит. Но это не последний босс. Он, по-моему, нам еще разы-ка два встретится. Опять же, со своей мусорки с этой. Ну, типа, космический бомж. Вот так вот. Кстати, помнишь, как мы играли с собой в космического бомжа? Прикольная была игруха, да? Жалко, короткая, но мне понравилась она. Так, ладно. Двигаемся дальше. У нас здесь... Опа! А почему это 50 уровень? Я что, прозевакал где-то 45 уровень? Хм. Видимо, заговорился, да? Ладно, друзья мои, уже 50-е. Пита, мы здесь с тобой, да? Будем получать ДНК. Одну штучку. Хотелось бы, конечно, вот Пит почему-то мне нравится. Я не знаю, ребят. Пит крутой. Он вроде бы и хилер, и в то же время он как боец неплох. Но его очень тяжело прокачивать. Очень тяжело, потому что только в магазине, по-моему, можно за жетоны покупать на него ДНК. А ты видел, как у меня с жетонами обсадила? 30 лет их будешь копить. Ну и в этом испытании можно получить, конечно, одну штучку. Еще пофармить. Но шанс, как обычно, у нас маленький, что именно Пит тебе будет выпадать. Так. Ну, в принципе, все, ребят. Тут распечатали. Что-то музыка исчезает, я вот заметил. Нету ее, понимаешь? Нету. Ну, ладно, будем ждать, так сказать, обновления. Хотя я почему-то... А, даже две ДНК на Пита получили. Я, честно говоря, сомневаюсь, что будет обновление, но очень сильно хотелось бы. Прикинь, сюда воткнут, например, новых черепашек или каких-нибудь новых героев. Слушай, игра сразу получит второе дыхание, мне кажется. И это будет классно. Потому что очень-очень много людей в нее играет. Очень много. Поверь мне, я уже в этом убедился просто-напросто. Вот. А сколько бы вернулось бы людей обратно, ты представляешь? Когда сделали бы обновление. Прикольно. То есть у нас как бы здесь, да, мы с вами убили этого Супер Крэнга, злодея, да? И на этом как бы основная сюжетка закончилась. Но мне кажется, можно что-то придумать дальше. Не обязательно даже по сериалу или там по мультику. Можно включить фантазию и что-нибудь своего такого добавить. Ну, а почему бы и нет? Я бы лично был бы не против. Я думаю, и вы тоже. Так, ладно, ребятушки. Это у нас была третья волна. Мы с ней разобрались. И здесь, вот здесь, да. Лео, Слэш, Року. Почему ты бьешь этот прошивый гриб? Сдался вот он тебе. Так, 65 уровень. На следующей ходке, друзья мои, будет в зоне риска у нас находиться с вами Крис Брэдфорд. Почему именно он? Он, потому что 77 уровень. А там уже будет 75 уровень. Так что... Будем надеяться, что протянем. Ну, там я уже буду и сам. Сам рулить ситуацией. Так, Лео, хорош там хиляться. Тебе это не нужно. Тебе это не поможет. Вот и все. Двигаемся. Продвигаемся. Так. А на следующую серию, как я тебе и обещал, мы, скорее всего, пойдем уже проходить смятение из другого измерения. Кстати, Доктор Рокулу тоже 2 ДНК. Ну что, кожеголовой, ты готов поделиться? Что я делаю-то? Ты готов поделиться своими ДНК со мной? 75 уровень. Тут, кстати, босс будет. Ну, босс здесь такой, ватненький, не страшный. Оу, грибы. Вот сейчас начнется, да? Апокалипсис. Блин. Повесили на себя. Уклон... Вот, смотри, что они творят. Как они быстро меня разбирают здесь. Оу. Оу. А они себе пове... Да вы издеваетесь, что ли, в данный момент? Смотри, уклонение, защиту, атаку. Да. Обалдеть, блин. Хорошо устроились, я смотрю. Ой, армагон-то здесь сейчас, ребят, наверное. Вот как не хватает хиллера, а? Ну, вот, серьезно тебе говорю. Очень сильно. Вообще было бы круто. Но его нету. Слушай, мне кажется, надо будет здесь просто распечатать всех и... Давай вот так вот поставим защиту уже для следующей волны. Тут победа, как говорится, в сухую вряд ли нам светит. Обязательно кого-то положат. Обязательно. Ну, я даже не знаю. Нет, тут смысла нету брать провокацию. Тут только бомбить массовыми атаками. Как-то выживать, я не знаю. Так, двигаемся дальше. Это у нас... Так, оу, Макман. Я знаю, что Макман здесь самый жесткий. Он может пробить. Просто растоптать. Практически любого основного удара. Давай возьмем провокацию на Рокзара. Выпустим. Маузеров. Так, железноголового надо подбить. Иначе он свои ракеты пустит и все. Ну, а морзильная кошка... Ать. Ать. Не вышло, да? Комочек нет. Хил. Хорошо, что ты сделала хил. Это дает мне некую передышку. Двигаемся дальше, ребята. Четвертая волна. Блин. Тоже команда тут бравой стоит. Пит. Окей. Ну, я вот не знаю. Твою ж налево. Давай, наверное, Пита нахлобучим. А дальше. Да, Роквелл здесь тоже, на самом деле, очень бесявый. А если вот так вот сделать? И вот так. Ага, заблокировали. Ладно, ребятушки. Блин, зэк, зэк, зэк. Может упасть. Может упасть в любую секунду. Так, давай защиту еще повесим на себя. А провокации пока нету, да, у нас? Пока нету на Рокзаре. Она в откате. Ну, и вот, ребята, бомж. Как говорится, пришелец. Бомж-пришелец, который там у нас сидит. Что-то там гудит, гудит. Че он гудит-то там? Объясни ко мне. Ну, че, попробуем. Начнем с проникающего. Так, сейчас волну. Так, и выстрел. Ать! Нет, ребят, есть шанс. Есть контакт. Смотри-ка, как нам сегодня фортануло, ребят. Мы прошли из зэка, конечно, тут отдубасили бузеров. Но мы прошли на три звезды. Отлично, отлично. Вот, последнее, конечно, задание. Жигаловой. Две ДНК. Вот, последнее задание. Конечно, на слэша хотелось бы пройти, ребят. Но. 85-й уровень. Ну, никак не получится. Никак не получится, потому что мы даже не сможем вытянуть. Если бы у меня хотя бы три персонажа было 85-го, я бы сюда побежал бы. Несмотря на то, что Крис даже 77-го. Но мы здесь в разы меньше. Мы не будем просто уничтожать. Тогда давай довольствоваться тем, что у нас есть. Например, вот здесь можно пофармить. Че, рискнем? Рискнем. И 40 жетонов получили. Как будто они мне очень так сильно... Вот, вот, вот. Уже, уже пошло. Уже пошло, ребят. Уже лучше. Че, последняя попытка у нас с тобой, да? Вот. Ну, вот смотри. Я считаю, неплохо. Два ДНК на Кужеголового. И два ДНК на Пита. Все-таки уже не зря, да? Все-таки уже не зря было сделано это все. 620 жетонов. Кстати, подожди. Когда вы к Кузегам? По-моему... А, там 650 нужно. Да, вроде бы. Сейчас гляну. Нет, друзья мои. Нужно 610. А у нас 620. Поэтому берем. Конечно же, берем с тобой ДНК на Рафаэля Ведения. Отлично. Так. Остается еще нам сколько? 12 ДНК найти. И все, ребята. И он у нас будет в кармане. Ну, как будет в кармане? Я имею в виду. Он у нас прапается. Он у нас уже в кармане есть. И все, друзья мои. Да, на сегодня можно закругляться. Спокойненько, как говорится. Без угрызения совести. Потому что черепашья буря будет доступна только через 3 дня. А в приключениях, да? Сметения из другого измерения. Нам пройти надо вот этот уровень с черепашками. И переходить на вторую фазу. То есть проходим здесь. И дубасим Кренга. И, соответственно, получаем награды. Так что займемся этим, наверное, в следующей серии, да, друзья мои? А на сегодня все. Будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам. Субтитры подогнал «Симон»!